Дело Собчака. Документальный фильм с участием Владимира Путина выходит на экраны. Президент рассказывает в ленте про август 1991 года, когда будущему главе государства пришлось сделать выбор, на чей он стороне – на стороне Собчака или на стороне гокочепистов, пытавшихся сохранить страну и букву закона. Офицер КГБ, служивший под присягой, принял тогда сложное решение. Своим мнением о тех событиях и принятых решениях с накануни ТВ поделился участник тех событий – историк Игорь Пыхалов. Документальный фильм «Собчака» После смерти Сталина при Хрущеве началось брожение в умах сотрудников спецслужб и высшего руководства страны. Так родились те, кто встал против закона в 1991 году, уверен эксперт. Если мы немного не будем на эту историю, мы можем видеть, что фактически еще при Хрущеве, после 20-го съезда, у нас фактически высшее политическое руководство было поставлено вне контроля спецслужб, то есть у нас даже напрямую в КГБ было запрещено вести разработку членов Польсбюро. Поэтому там тот же Александр Яковлев, на счет которого существует серьезное подозрение в том, что он был завербован за службами, он оставался вне контроля. Наше высшего руководство могло творить, что хотят, и оставаться вне контроля. А, как известно, безнаказанно эти люди обращают. Что касается «Собчака», могу просто сказать, как житель Генграда, что по теме время моей жизни, а все-таки живу уже полувеком, это наихудший из руководителей нашего города. Потому что при «Собчике» вообще в городе ничего положительного не делалось, и прекратилось строиться метро, и городское хозяйство разваливалось. Но вместо этого он постоянно блистал на всяких презентациях, на разных северских мероприятиях. Заявлял, что у нас город должен стать туристической столицей, хотя у нас все-таки старый привлеченный город страны, есть огромный промышленный и научный прочий центр. Понятно, что мы все-таки не можем существовать за счет туризма. В фильме Владимир Путин заявляет, что принял тогда сложное решение – подать в отставку и встать на сторону Собчака. Вставшие на баррикады за все хорошее против всего плохого сторонники Ельцина вольно или невольно стали движущей силой развала страны. С одной стороны, еще многие люди очень-то искренне заблуждались и считали, что в нашей стране необходимы перемены и все проще. С другой стороны, как мы знаем, что у наших службов достаточно много предателей и тех, кто работал на запах. Я могу сказать, что когда мы там у этого маринского барса строили баррикады, по крайней мере, в том месте, где находился я, а на шести люди обращались друг к другу товарища и ленинг. Но все-таки, в отличие от меня, когда мне еще нефективно было, Путин был уже человеком вполне зрелым и взрослым, к тому же работал в такой серьезной структуре. И, естественно, у него и информации, и понимание о том, к чему приводил все эти действия, было гораздо больше. И поэтому для Путина это касается гораздо большей степени. По сути, это было изменение в родине. Одно дело, что же вредовое, бывает, а другое – тот, кто уже попрыг в компетентах органов. И те, кто там входил в тогдашнюю политическую элиту, они не с удовольствием больше ответствуют.